Что происходит в большинстве случаев после консультаций со мной или с моими коллегами? Первое. Ух, это все переделывать. Вот это первый вопрос, который задает клиент в 90% случаев. А без нового канала. И третье. А что мне выбрать? А почему вот эта вся история? А потому что, когда вы приходите на консультацию, в первую очередь вы отвечаете честно себе. Вы отвечаете себе и понимаете, что вы в большинстве своем делали канал по наитию, делали канал, веря какой-то успех. У вас не было системы, не было бизнес-процессов. Причем была в большинстве случаев накрутка, была какая-то непонятная активность, была какая-то вера в чудеса. И потом вы начинаете понимать, что та тема, которую вы выбрали, она, возможно, не та тема, которую вы бы хотели. Потому что очень часто вам тему навязывают. На курсах ваши близкие, ваши родственники, ваши знакомые. Вы сами себя можете убедить в том, что тема хороша. И вот как это работает, чтобы вы понимали. Очень часто это работает. Вы год делаете, а потом вы понимаете, что вы делаете не то. И потом вы понимаете, что если бы вы пришли раньше на консультацию, то можно было бы избежать этого большого разочарования. И потом вы понимаете, что то, что вы делали, вы делали неправильно. Например, вот очень часто ваши ролики, они не ролики интересного монетизируемого канала, а это ролики вашего личного влога. Я задаю простой вопрос, вам и спрашивают. Вот сейчас проведите мини-аудит вашего канала. Зачем зрителям смотреть ваш канал? Какую пользу он получит от вашего канала? Что он будет делать после просмотра вашего ролика? Либо что он перестанет делать после вашего ролика? Почему он подпишется на вас и будет смотреть вас, а не вашего конкурента? Чем вы лучше, чем другие ролики? Почему он должен тратить время на ваш контент, а не на контент конкурента? И у вас в большинстве случаев нет на этом ответа. Нет. Потому что вы не знаете. Потому что вы делаете, потому что вам кто-то сказал, вы подумали. Вы подумали, начали делать без плана, без контента, без бюджета. Вот просто потому, что вы считаете, что так правильно. А дальше у вас может быть новый канал. Потому что это наиболее оптимальный вариант. Оставить тот канал, который у вас есть. И делать новый. С нуля. Правильно. И третий вариант вопрос. А что мне? Потому что мы начинаем ходить. А почему? Ну, очень часто на консультации я начинаю копать дальше, глубже и понимаю, что человек выбрал тему, в которой он не эксперт, но он эксперт в другой теме. Я спрашиваю. А почему вы не делаете эту тему? Эта тема интересна, и эта хороша. А вы делаете то, что вам кажется. Когда кажется, надо креститься. Надо сначала просчитать, где брать деньги. Как вы будете привлекать туда зрителей. Сколько стоит зритель на вашу тематику? Где вы будете его брать? Откуда будете брать бюджет? Откуда будете брать монетизацию? И пока у вас нет этих вопросов, ответов на эти вопросы, нечего заниматься. И вот здесь, в самом начале, сначала надо понимать базис, сделать фундамент. Так вот, фундамент вы сами не сделаете. Давайте, чтобы вам было визуально примере. Чтобы вам построить дом, вам надо прийти сначала к проектировщику и своей хотелке сказать ему. Причем он опросит вас, сколько у вас детей, есть ли там пожилые родители, есть ли там, не знаю, люди с ограниченными. Хотите ли вы домик там два этажа, в три, с сокольным этажом, где будет прачечная, где будет то, где будет то. Сколько у вас бюджета? Потому что, ну, хотеть-то мы можем дворцы, а потом оказывается, что отапливать там нечего на дворец. И на основании ваших хотелок уже нарисуют вам проект. И уже потом на основании этого эскиза сделают вам большой проект. И дальше уже, имея проект, имея то, куда, что, для чего, когда и зачем, вы сможете строить дом сколько угодно времени. Вы зальете фундамент, вы будете делать стены, возводить каркас, но вы будете знать, что, зачем и почему. А представьте, что вы сейчас делаете этот дом без проекта и на глазок. Вот тут у меня спаленка будет, а может и кухня тоже хорошо, а окно, ну там балкон, а может балкона не будет. Это будет не дом, это будет халупа, которая развалится. Так вот в этом случае и ваши каналы, как эти халупы, извините за сравнение, они разваливаются. Ваша идея, она разваливается. Ваша мысль о том, что у вас лучший канал, тоже разваливается. Просто банально потому, что вы не смогли ее защитить. И в первые дни на тарифе самостоятельный, вы тоже сталкиваетесь с тем, что вы не можете защитить свою идею. Вам вопросы задают элементарные. Кто ваша целевая аудитория? Я не знаю. Где будете брать деньги? Я не знаю. Почему вы взяли эту тему? Я не знаю. А что вы будете делать, если я не знаю? Ну а чего вы сюда пришли? Мы же про деньги, а не поиграться. И а хуже всего, что вы уже начали снимать, вы уже вовлекли взрыв, вы уже наняли там монтажеров, уже купили реквизит, а это все впустую. А что вам стоит взять, прийти, посмотреть там сотни положительных отзывов обо мне, о моей команде, к которой мы привели консультацию? Сколько мы сэкономили денег, времени, нервов, вы это вообще не перечестите. И вы до сих пор пытаетесь биться головой о стену, биться в те места, в те, может там нет ничего, может ваша идея утопична, но вы не хотите от нее оставаться, ну вы большой молодец, может я не прав, может вы молодец и потом вы докажете. Поэтому, если хотите получить консультацию, приходите к нам в клуб 100 по 100, задавайте вопросы под видео, делитесь, если вы не согласны, если ваша идея самая лучшая, пишите, делитесь комментариями, идеями своими там под видео, мы читаем все комментарии, и если они интересны, то мы на них отвечаем. Пара-бара-бам. Продолжение следует...